Юрий – механик, наладчик со стажем. Востребованным специалистом был до 6 июля 2011 года, пока в открытом море не случилось ЧП. На судне «Эль Грека» на Ходкинской базе активного рыболовства произошел пожар. Мужчина вместе с коллегами ликвидировал возгорание. Я чувствовал дым, а это говорит о негерметичности маски. Также маска при выдохе запотевала, это также говорит о негерметичности. Это может подтвердить любой специалист по пожарному делу. Уже на берегу Юрий узнал, что получил тяжелое отравление. Его госпитализировали в Приморскую краевую больницу номер один. Там мужчину обследовали, провели лекарственную терапию. После выписали с диагнозом хронический токсический альвеолит. Однако ремиссия длилась недолго, заболевание прогрессировало. По статистике, средний процент выживаемости при этом диагнозе 3-4 года. Но Юрий продолжает бороться. У меня тяжелое состояние. Мне срочно нужна госпитализация, срочно необходимая чистка крови, так как при моем заболевании она просто густеет и останавливает работу сердца. Вот этим характерно мое заболевание. У меня просто средства будут тянуть сколько смогу. По словам Юрия, до пожара у него был крепкий здоровый организм, а после – инвалидность. Чтобы получить компенсацию за утраченное здоровье, мужчина обратился в Краевой центр профпатологии. Почти 4 месяца шло лечебное расследование. В итоге Юрий Юровский на руки получил медицинское заключение. Годен по специальности механик-наладчик. Вернуться в профессию мужчина хотел, однако врачи констатировали – выйдешь в рейс – домой живой не вернешься. Ведь каждые 3 месяца необходима чистка крови, которую в полевых условиях никто не выполнит. То есть бывший моряк остался без заработка и без жизненно необходимого лечения. И все-таки инстинкт самосохранения взял верх. Юрий хотел уйти в неоплачиваемый резерв на год, чтобы поправить здоровье. Но руководство компании «Бамар» в лице Олега Михайловича Даркина на встречу своему сотруднику не пошло, а лишь поставило условия. Либо ты принимаешь судно и уходишь в море, либо мы тебя увольняем по статье. От нас ты ничего не докажешь, ничего не добьешься и не получишь. В итоге в 2012 году меня уволили по статье за прогул. Это то, чем отплатила компанию Юрию за спасение судна. Ведь даже больничный лист Юровскому оплатили только лишь по решению суда через два года. Между тем состояние Юрия продолжает ухудшаться. А Краевой Центр профпатологии на учет по профзаболеванию его не ставит. Аргумент – заболевание общее. С этой трактовкой диагноза не соглашается Федеральное медико-биологическое агентство под руководством главного специалиста-профпатолога Бушманова. Того же мнения Первомайский районный суд, который 5 ноября 2015 года обязал Приморский Краевой Центр профессиональной патологии на базе госпиталя для ветеранов войн признать имеющееся у Юрия Юровского заболевание экзогенный токсический альвеолит профессиональным. Какие у них доводы? Что они исполнили решение суда. Что установлено и признано профессиональное заболевание. Причем указывают, что признано и установлено на основании решения суда. То есть указывают основания, по которым они признают. А факт признания как таковой отсутствует. Нет документов у нас, не можем мы идти дальше. И, к сожалению, та медицинская организация, которая, в принципе, призвана у нас сохранять здоровье человека. Она на сегодняшний момент препятствует в нормальном получении медобеспечения. Производит всевозможные действия для того, чтобы человек должным образом не лечился и не получал всевозможные реабилитационные процедуры. Пока каждая сторона притворяет в жизнь принцип басни «Лебедь, рак и щука», в которой каждый придерживается своей позиции, здоровье Юрия Юровского крепче не становится. Да и средств на лечение нет. В свою очередь, начальник госпиталя для ветеранов войн, руководитель Приморского краевого центра профпатологии, а также их адвокат, уверяют, что действует исключительно в рамках закона. И вообще в судебном решении числится ненадлежащий ответчик. Проще говоря, претензии Юрий предъявляет не по адресу. Ну нету такого юридического лица, с которого этого требуют. Его просто не существует вообще. А почему его используют тогда? Потому что решение суда это установлено. Ну и это откуда мы знаем? Это мы уже не знаем. В том, что, сами понимаете, везде люди, везде, скажем так, допускаются ошибки. Ну вот было при вынесении решения, скажем, допущена такая ошибка. Суд установил ему диагноз. Он поставил диагноз, он поставил заболевание, и потом после точки он указал, что это конкретное заболевание профессионально. Это вот выдержка в суде. Значит, после этого, ну все документы отправлены по последнему месту работы во временных условиях, как по законодательству. Значит, что дальше, я не знаю. Вот я не знаю просто, что дальше будет. На аргумент о ненадлежащем ответчике судебные приставы, несмотря ни на что, ссылаются на решение Первомайского районного суда и требуют признать заболевание Юрия Юровского профессиональным. Дело все в том, что судебный пристав исполнитель не может давать оценку принятого судебного решения. В данном документе написано обязать Приморский краевой центр профессиональной патологии провести действие. Если какая-либо сторона с чем-то не согласна, она идет в суд и в судебном порядке, в установленной законном порядке обжалует те действия, те документы, которые их не устраивают. Поэтому в настоящий момент мы руководствуемся тем решением, которое принял суд. Пока длится спор, уходит время. А оно в случае бывшего механика судна Эль-Грека равно жизни. Я не могу сейчас думать даже о том, что будет через год, через два. Если я каждую ночь просыпаюсь, и когда у него остановка идет дыхание, я его бужу. Вы понимаете, как это страшно?